Всем привет! Павел Вайс, Настя, Ира. Сегодня у нас контейнер интересный. Так, вот такой контейнер. Что понравилось? Пока не знаю. Просто интересно. Мешки. И недорого, да, 330 долларов вместе с комиссией. Интересно, если что-нибудь интересное найдем. А в дешевых юнитах трудно потерять, так что мы решили попробовать еще раз на дешевом юните заработать. Вот. Девчонки сейчас вытащат матрасы и большую мебель, чтобы она не мешала нам. И мы начнем разбирать мелкие вещи. Погнали. Тут такое дело. Мы приехали сюда, камера была, а карточки на камеру не было. Пришлось еле за камерой. Начало сняли на телефоне. Вот так. Что, девчонки, тут разгрузили? Там внизу два матраса, сразу на мусорку. И вот такой найтстенд, комодик маленький. Такой прикольный, с такими типа рогами, с ручками. Класс. Вот это вообще от другого дрессора у нас его даже нет. А у Иры тут подушки собачьи и маленький найтстенд. Ничего особенного. Все, вы едите, разгружайте. Собачьи подушки. Искусственные растения. Одеялка. Конечно, юнит сразу видно. Не самый бомбезный. Каучесы, кстати, тяжелые. Юнайт стейшн. Очень тяжелый, обычно не очень легкий. Спокойно. Домик для собачек. Би-джи, биси-би-джи. Такая обувь в себе. Ничего особенного. Если было в хорошее состояние, 23 с баксом, а так. Мусорка. Есть джинсы. Black Market White Label. У нас такое есть. Так себе уходит, но уходит. Тоже 20-30 баксов, даже оценить не будем. И обувь. Старенькая. Понятно. Старая одежда. Ух, какой слон. Смотрите. Здесь дерево. Прикольно. Вот слон прикольный. Смотрите, какой огромный. Новогодние. Одеялки для собачек. Любили собачек люди. Бискотти. Made in China. Только коробочка. Ленокс. Не знаю, что он может стоить. В принципе, неплохая фирма. Америка. Пока не впечатляет. Но давайте начнем коробки смотреть. I'll give it to them. You want to talk to them? You want to send them up here? I'll do that. Thank you, man, for letting me know. Что он говорит, что тут люди, которые купили второй контейнер, который от этих же хозяев. И у нас как раз есть шкафчики, которые нам не нужны, потому что они от другого дрессера. Я им отдам его. Их шкафчики. Так. Что тут? Ух ты. Что это? Какой-то планшетик. Самсунг. Недорогой долларов 40, если работает. Но с зарядкой. Это хорошо. Игра цивилизация. Kate Spade. Dunenberg. Плохая сумочка, кстати. Чуть грязненькая. Свитер за 50 долларов. Banana Republic. Неплохие вещи, в принципе. Что у нас с картинами-то? Тут принт. Красиво. Ого. Прикинь. Что? Зеркало. На, подержи. Ну ничего себе. Фига с такой тяжелый. С чего они? Оно сделано. Чтобы быть таким тяжелым. Ты король, я какая-то зеленая. Что там, сигареты дали? Ну не переживай, я куплю те целые. Нормальные. Такая сумка, если хорошим, в идеальном состоянии, дало 150. Смотрите, какие картины красивые. Ну ты посмотри, какая яркость, какая четкость. Ого. Ого. Завор. На. На. Вот прикольно лампу. Вот она должна продаться. Хорошо. Такая. Очень неплохая лампа. Нам про линзы и нейбэй. Смотри. В пакетике была вот такая штука. Поломанная. Да. Но она смотри, поломанная. Нет. Такие листики. О, это прикольно. Заверни туда. DVD написано. Сколько тут книг и DVD-шек. О май гад. Ну да, для ювелирки должно быть. Но походу здесь собирали волосы. Забайся. Да. Какой-то Howard Miller. Как красиво, да? Ну да. Ну да. Как красиво, да? Как красиво, да? Как красиво, да? Как красиво, да? Home Goods Made in China. Ух ты. Красиво. GSA какой-то. GSA? Угу. Я сейчас что-то серебро. Походы. Ух ты. Ого. Смотри, что написано. Original Hand Painted Made in Italy, Венеция. Да, это с фестиваля, вот эти маски. Думаешь, вот это может отстоять? Конечно. Ну, я думаю, да. Ну, не знаю, надо посмотреть. Еще маска. Смотрите, Made in Indonesia. А тебе вот эту маску? Спасибо. Тут тоже всякая одежда. А тут написано Fragile Good Pictures. У нас такая уже одна, вон она лежит. Есть. Есть. Ух, нифига себе. Это в пакете было? Да, в пакете. Так для этого я вас и нанял. Да. Чтоб что, я пропустил? Чтоб вы не пропустили. Ну. А потом ты ругаешься. Чтоб ты там ковыряешься? Я ни разу не ругался, когда ты ковыряешься. Ругался. Так, посмотри, все там уже посмотрел. Всегда. Всегда. Давай. Ух ты. Давайте проверим, хотя бы хоть как-то успокоим наши нервы, а то сегодня юнит вообще ни о чем. Она ищет 10 крат, 14 крат. Вот это, кажется, золото. Так, короче. И это, кажется, золото. Сейчас кто-то. Я не могу и не вижу. Там написано что-то? Ну что-то, да. Кольцо вот это, мне кажется. Да, 14к. Кольцо? Да. Вам смотри, ярко видно там. Короче, здесь, да, ты одну, да, только нашла? Вон она, вон она. Господи, ты меня напугал. Что-то и вон она есть. Да, есть что-то. Золото. Короче, мы сейчас это все не разберем, да? Да, 14к. Это тоже 14к? Короче, вот это, мне кажется, все золото. Я... Я молодец. Я такой молодец вообще. Как вам повезло со мной? Да. Да, нет, я, ну да, пропустил. Ну, бывает и такое. Да, как вот догадаешься, что они вот сюда это спрятали. В каком пакете было? Мусорно. Ты его уже посмотрела здесь? Да. Остальные все посмотрела? Которые в траке. Нет, там одежда. И в этот момент мы поняли, что мы что-то сделаем не так. Нет, нет, нет. Ну там во-первых все ходят. Все шучу. Я сейчас... Ну это конечно в офисе проверим, в конце видео расскажем. Но насколько я думаю здесь, как минимум на... Ты что? Нет, я бы сказал полторы. Если быстро. Но мы это сейчас сюда и в конце видео подведем итог. Ну теперь надо поаккуратнее сказать, что-то есть. Смотрите, красивые картины. Но юнит сто процентов отбили, потому что ты уже там парочку с 14 карат нашла. Ребят, здесь написано были good pictures. Я не знаю, вот тут всякая роспись. Может ты ни о чем, но... А может... Вот здесь эти... Эта коробка едет с нами. Потому что она полная разных странных картин, которых надо долго изучать и искать, что это такое. Много вот необычного. И все в одном стиле, заметьте. Так что вот это мы проверим. Подушки. Вот этот запах, да, старых носков. Да, вот тут мешок, который кто-то из вас... Фух, может посмотреть? Спасибо, Паш. Конечно. Фух. Как тебе запах? Смотрите. Будда. Ой, не Будда, а кто же это? Кришна какая-то. Есть. Почему Будда нет? Вау. Маркет базар. 14 докров. Знаете, какой красивый. Любый. И он и так, и так делает? Нет, только так. Как лопес. Вот смотри. Класс. Класс. Четко. PATREEN BARN. Знаете, да? что патрон барн очень дорогая фирма такая фигня может стоить 100 баксов ну и 100 на 50 вот смотри это от нее о нет где-то кокол кокол колокол давай тащи колокол все будем держишь и смотрите вот это на ebay кокол на ebay amazon нать может быть найдем один заряд как раз будет ой блин кичин моя любимая а нет написано блок кичин оказалось никитин вот это приятно море какая классная war in peace лев толстой до открою вот тут что-то интересно made in золотой слон ира о баш паш баш макс так нам нужно искать сумки вам да реально нет воровский до пустая коробка золото ножик взял потерял двум ключом короче люди которые купили этого же хозяина 2 юнит захотели у меня купить тумбочку ночную я продал то все за 50 долларов неплохо она одна у нас была у них целый сет зачем она манда у них сет а с этом она стоит больше так что и мне ее не надо ничего не делать и им классно ух ты смотрите какие деревянные фигурки пантера обезьянка ничего особенного но все же 2 обезьянка он и будет 3 ничего не вижу ничего не слышу и ничего никому не скажу вот да ведь не вижу не слышу не скажу блин все это вызвало собачьих волоса и ваза ни о чем меня очень сильно терзает то что я потерял свой ножик на детские найки у я деньги нашел эликсир нормально не знал не вот смотрите ничего не вижу ничего не слышу ничего никому не скажу и пантера да да тут так себе но вот эти маленькие могут быть золотые ухты а какая лампа новая и тут цари вот эти все ее наверно всякие до люстры от короче такой найти и фотку найти в интернете как она выглядит чтобы продать на ebay клозы с плоском плюс компьютер забираю я всегда смотрю такие коробки думаю блин где мой нож серьезно мы голыми руками рвем просто психану ну-ка это потому что ты уходишь ребят попрощайтесь ирины она уходит от нас на веки в калифорнию все в сигаретах сакс фифт эвеню это дорогая фирма банан репаблик не бог стоит все а трусы пока никто не видит на камеру не будем так готовы это маг если он откроется будем с грязная одежда его не ввести или как мы повезем в салоне на руках у иры о но это точно продается и просто чуть-чуть поделить спиртом или новые шорты 44 доллара кстати у них вообще не не дешевая одежда вот в этих людей а мы все вот в мусорку выкидываем оральф лоренс светировки вот такие очень не дешевые именно вот такие страшные вул стопроцентный шерсть стопроцентная давайте для оценки оценим этот компьютер долларов в 400 много 300 ухты ленокс на только бы не разбить это пока мы довезем мы какой винтажный коуч забираем to michael figure лондон fog хорошая фирма на лондонский туман а так все тут такое все женское что мне рука не поворачиваться здесь ковыряться посмотрите сваровский 45 бакс вот коуч сумка помыть перевести в порядок продать все отцы так и надо реагировать на босса последняя интрига ну хотя еще это три пакета сундук новые кто это бандолина на не знаю но они новые о black and decker это кенки это кенопенер консервы открывать эль париж made in камбоджи кларкс а вот кларкс нормально стоит только где 2 найти я знаю что в молли я покупал давным-давности кларкс 80 баксов короче здесь все такое одежда так себе картины тут все понятно да короче погнали в офис там разберем золото взвесим оценим и расскажем какой нас прибыли или убыток скорее все прибыль все таки apple 300 долларов минимум прямо сейчас посчитаем так вот ребята приехали в офис давайте разберемся золотом 14 карат золото уже все проверил только по весу продавать как лом 21 грамм . 7 если продавать как лом выручить сможем примерно 760 долларов если продавать как лом и опять же и вот от 10 карат 10 карат 6.6 умножаем на примерно 25 долларов 165 долларов с 10 каратного золота и плюс 760 925 долларов золото если продавать как лом но вот эту штуку я посмотрел на ebay проданных это прикольная вещь многие коррекционируют брошка в проданных есть 10 50 300 посчитаем за 200 чтобы быстро вот это кольцо кстати медсестра было многое что связано с медсестрой вот например вот этот значок вот кажется вот этот и вот это кольцо так вот в америке очень много медсестер и медбратов это очень такая уважаемая профессия и платят очень хорошо и вот эти вещи связанные с этой профессией они очень как бы востребованы люди покупают себе на память или если бывшая медсестра покупается или ну ну вы меня поняли короче вот такое кольцо 14 карат примерно в районе оценим в районе 350 долларов они уходят за бог намного дороже вот этот значок 200 долларов он тяжеленький посмотреть сюда вот эта цепочка с клончиком 14 карат его можно оценить смело в 600 долларов очень классно это все кстати цепочки все написано италия здесь написано 14 карат она с другой стороны италия вот эта маленькая цепочка примерно 120 вот этот браслет он поломанный я думаю долларов 60 не какой 60 долларов 80 вот этот браслет не поломанный я думаю долларов 200 он и побольше и потяжелее все здесь написано италия вот эти сережки с розовым сапфиром из бриллиантом 14 карат золото очень крутые на интернете похожие и даже кажется почти точно такие же стоят 1200 900 800 самый дешевый который нашел были 800 я думаю мы можем их оценить смело и камни огромный в 500 долларов но это сердечко долларов 60 она легкая пустое вообще почти даже еле-еле набирает один грамм ну вот как то так я нашел коробочку сережек уже на фотографировал все сейчас буду выставлять на продажу не всегда мы продаем вещи как лом потому что многие вещи стоят гораздо дороже если продать как изделие если они в хорошем состоянии вот даже вот этот браслет он немножечко видите порван поломан но он очень прикольный и ювелир может его починить также продавать как лом я его не хочу не хочу не буду неожиданно до нашли столько золота в таком очень-то таким мусорном контейнере так вот нашли еще двое часов и часы ничего не стоит 20 но эти сейко очень прикольные винтажные они стоят в районе 180 долларов так и оценим ну продаются за 200 за 220 давайте за 150 чтобы быстро продать не ожидал что такие маленькие часики женские могут столько стоит батарейку поменяем и все будет хорошо вот и шваровский долларов 30 а так друзья всем спасибо ставим лайки подписка комментарии не забываем подписаться если вы не подписаны открою маленький секрет следующий юнит просто будет бомба мы уже на него посмотрели мы уже его разобрали видео в продакшн его редактируют но прибыль там просто просто сумасшедшая просто сумасшедшая не знаю следующий ролик будет или ролик после но очень крутой юнит ждет вас пожалуйста подписывайтесь лайки ну и всем всего хорошего из пока